Добрый день, уважаемые друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я хочу осветить такую тему, как свидетельство на собственность в Турции, как оно выглядит, как называется, что прописывается в этом свидетельстве. Это интересует очень многих, очень многие хотели бы это узнать поподробнее. Купив недвижимость, выбрав недвижимость в Турции, приобретя его, вы, естественно, чтобы оформить его на себя, едете в кадастровое управление. В кадастровом управлении вам выдаются свидетельство на собственность, которое называется ТАПУ. В Турции есть два ТАПУ разного цвета. ТАПУ красного цвета непосредственно выдается на недвижимость живую, коммерческую, и ТАПУ синего цвета выдаются на земельные участки. В ТАПУ прописываются все кадастровые данные недвижимости, которые вы приобрели. Обязательно наклеивается фотография. А в ТАПУ может быть прописано несколько человек, несколько хозяев, может быть, квартиры, или там вилы, в общем, недвижимости, которую вы выбрали. Вот в этой большой графе, которая идет вот здесь, обычно прописаны все хозяева, которые были до вас, если это вторичная недвижимость. То есть вы можете увидеть здесь всех до вас владельцев этой недвижимости. В маленькой графе чуть ниже прописывается уже хозяин нынешний, то есть тот, кто только что приобрел эту недвижимость. Если вы купили квартиру от застройщика, то в этой большой графе будет указано название строительной компании, в которой вы приобрели эту недвижимость. Также здесь будут прописываться участки земли, на котором находится эта недвижимость. В ТАПУ не прописывается адрес. Все координаты на карте прописываются непосредственно в этом ТАПУ, то есть координаты на карте. Также, если это какой-то блок А, Б, прописывается блок, прописывается номер квартиры, этаж, метр квадратный в этом ТАПУ не прописывается. Квадратный метр прописывается в тех паспорте. Год, когда было получено это ТОПУ, вам обязательно пропишут. Будет стоять печать, подпись начальника кадастрового управления, печать на вашей фотографии. Как я уже сказала, в ТОПУ могут быть несколько хозяев, у каждого может быть разная доля. Не обязательно, чтобы в ТОПУ были только родственники прописаны. Это может быть и ваш друг, и ваш знакомый, с которым вы решили, к примеру, купить квартиру напополам, или в разных долях. Это все-все-все будет указываться в нижней графе, где будут указаны новые хозяева недвижимости, которая была приобретена. То же самое и по земле, по земельному участку. Когда вы решите, к примеру, продать свою недвижимость, вы можете, кстати, вот это ТОПУ оставить себе на память. Достаточно фотографий, которые подаются в кадастровое управление на переоформление вашей квартиры на уже нового хозяина. А старый ТОПУ с вашей фотографией может у вас остаться на памяти. Я надеюсь, я вам дала подробную информацию. Заходите на наш канал, слушайте новую информацию, которая будет поступать специально для вас. Не только о недвижимости, но и о культуре, искусстве, исторических фактах Турции. Ну и вообще о турецком народе, колорите и проживающих здесь иностранцев. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok